Доброе утро! В эфире 12 канала «Час новостей» в студии Регина Абузарова и коротко о главном. Заслуженное поощрение. Вступают в силу новые меры поддержки для медиков. Расскажем подробности. Из обычного коврика в произведении искусства. Специалисты только начали реставрационные работы, а преображение уже налицо. Над старинной находкой гадают омские реставраторы. Что скрывает таинственная вышивка? С теплом родного края партию гуманитарного груза отправили за ленточку. Старт плей-офф. Я думаю, нам по зубам, но соперник непростой, технично, скоростной. И открытие праздника Севера. А Мечей ждет большой спортивный вечер на 12 канале. С сегодняшнего дня повышается заработная плата у медработников. До 50% от общего заработка увеличен оклад сотрудников. Для тех, кто трудится в малых населенных пунктах, ввели дополнительные выплаты. Врачи в таких селах получат до 50 тысяч в месяц. Средний персонал до 30 тысяч. Фельдшеры до 25 тысяч. Они начислятся автоматически. Средства на это выделены из федерального бюджета. Отмечу, что точный размер субсидий определяют региональные власти. Такие меры поддержки направлены на повышение престижа профессии. И могут привлечь в отрасль новых специалистов. Отмечу, что повышенные зарплаты Амичи получат только в апреле. Когда будет произведен расчет за март. Тем временем в Омскую область поступит крупная партия вакцины от кори и краснухи. Это трехкомпонентный российский препарат. Он прошел все клинические испытания и госконтроль. Сейчас компания, которая выпускает вакцину, выходит на еще большие объемы и поставки. Предприятие намерено нарастить количество выпускаемой продукции, чтобы избежать дефицита. Новый препарат поступит в 8 регионов России. В марте будет выпущено еще больше 160 доз вакцин. Добавлю в январе производитель уже отправил в медучреждение страны около 200 тысяч ампул. Муниципальные библиотеки ждет масштабное преображение. Сумму почти 2 миллиона рублей разделят между семью учреждениями. Именно они стали победителями в конкурсе социальных инвестиций. Один из таких крупных проектов, который реализуют уже совсем скоро арт-лаборатория «Дети и нейросети. Книжные фантазии». Основная идея – научить детей генерировать образы персонажей с помощью искусственного интеллекта. Новые пространства оборудуют сразу в пяти библиотеках советского округа. А в Октябрьском маленьким омичам расскажут о переработке вторсырья и научат бережно относиться к природным ресурсам. В молодежной библиотеке «Квартал 5.1» заработает школа книжного блогера. Отмечу, что все работы планируют закончить уже в этом году. Амичи отправили крупную партию гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Сотни коробок, наполненные медикаментами, их передадут врачам, которые ежедневно спасают бойцов. Это перевязочные материалы, шприцы, бинты, обезболивающие препараты. В составе гумгруза также три машины. Одну из них передадут в медицинскую роту, оставшиеся в подразделении, которые отстаивают интересы страны на передовой. Сопровождать конвой будет главврач омского онкодиспансера Дмитрий Маркелов. Важно сегодня помогать всем тем, кто находится там. И мы должны помогать всем тем, чем мы можем на сегодняшний день. Мы можем и пригнать машины, мы можем загрузить эти машины, и привезти самые главные медикаменты, чтобы как можно больше наших мальчишек живыми вернулись домой. Организовали возможность отправки гуманитарной помощи, в частности для нашего подшефного медицинского подразделения, это Медрота ОМИ. В частности, туда мы передаем для девочек наших сладкие подарки к 8 марта. А также то, что им всегда необходимо, это медикаменты, перевязочные средства, средства гигиены. Домашняя утварь оказалась настоящим произведением искусства. Исследованием таинственного полотна занимаются омские реставраторы. Как оказалось, по изучению материала нельзя установить примерное время происхождения. Но вот сюжет рисунков зацепил экспертов. Подробнее в материале Валентины Шемякиной. С виду грязные и неопрятные панно, которые долгие годы хранились дома у одного из замечей, оказались самым настоящим произведением искусства. Вот уже около месяца омские реставраторы гадают о происхождении вышивки 19 века. Исследование льняных ниток особых результатов не принесло. Они что, сто лет назад, что сейчас одинаковые. Лишь немного потрепались. Единственная зацепка – сюжет и панно. На одном из них предположительно изображена сцена прощания царя Давида и его друга Иоаннафана. Иоаннафан был сыном царя Саула. И в результате активных боевых действий, которые в то время ввелись, Давид одерживал победы. Царь Саул стал подозревать, что он может захватить власть его и стать царем. И он решил его уничтожить, убить. Об этом узнал сын Иоаннафан Саула. Но он был близким другом Давида. И он поспешил его предупредить. О достоверности версии говорит изображение запряженного коня, который вот-вот готов сорваться с места. Впрочем, пока это лишь догадки. Достоверно говорить об истории полотна можно лишь после восстановления. Специалисты только начали реставрационные работы о преображении уже на лицо. Вышивка приобрела более яркий оттенок. Кстати, вот это коричневое грязное пятно на самом деле не грязь, а копоть. Реставраторы предполагают, что вышивка висела над камином. Интересно, что панно неизвестный Амич передал в музей около 45 лет назад. А реставраторы добрались до него только сейчас. Предыдущий владелец об истории шедевров ничего не знал. С каждым осмотром специалисты находят все больше зацепок. Например, края второй вышивки обрезаны очень неаккуратно, будто в спешке. А может быть картина больше еще была? Скорее всего, потому что изображение еще не закончено даже на подвороте. Оно как бы вырезано. На необработанных краях остались кусочки уцелевшего бисера, который поможет заполнить дыры в полотне. Из-за времени некоторые бусины покрылись ржавчиной. Впрочем, даже такая ювелирная чистка нашим реставраторам по силам. Новыми технологиями с ними поделились коллеги из столицы. На наш семинар приехали специалисты из Эрмитажа, как раз по ткани. И в рамках вот этого семинара попросили их проконсультировать нас. И они помогли нам составить реставрационное задание. Панно готовят к открытию большой выставки под рабочим названием «Редкие экспонаты». Ее приурочили к столетию музея имени Врубеля. Предварительная дата – декабрь этого года. Валентина Шемякина, Сергей Скосырский, 12 канал. Другим темам. Юные спортсмены смогут бесплатно заниматься в новом бассейне на Московке. Для этого нужно записаться в секцию по плаванию в Сибирский нефтяник или в школу Олимпийского резерва номер 6. Об этом рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник. Бесплатные занятия начнутся уже в марте. Это не только тренировки в воде, но и в зале. Он оборудован современными тренажерами. Напомню, бассейн открылся в конце прошлой недели. В нем оборудованы две чаши для плавания, массажный кабинет, хамам. Через год инвестор намерен построить бассейн под открытым небом с подогревом, соляную пещеру, баню. Добавлю, что спорткомплекс возвели по нацпроекту «Демография», который инициировал президент. В столицу Азербайджана без пересадок. Из Омска вновь запускают рейсы в Баку. Последний раз вылеты стояли в расписании местного аэропорта 10 лет назад. Рейсы будут выполняться по понедельникам и вторникам. В пути Амичи проведут 3 часа 30 минут. Старт летной программы запланирован на 2 апреля. Билеты уже в продаже. Сейчас их можно купить по цене от 18 тысяч рублей. Возможности пушкинской карты будут расширены. Это программа, по которой школьники и студенты могут бесплатно посещать культурные мероприятия. Ходить в кино, музеи, смотреть спектакли и концерты. С таким предложением выступил президент во время послания к Федеральному собранию. Парламентарии проработают возможности расширения программы, чтобы ей могли воспользоваться ребята с 7 лет и пенсионеры. Напомню, сейчас оформить пушкинскую карту может молодежь с 14 до 22 лет. Годовой лимит на ней, представляемый государством, 5 тысяч рублей. Главная цель – повысить интерес россиян к изучению отечественной и мировой культуры. Омские студенты на страже кибермошенничества. На этот раз айти-тимуровцы отправятся в Василькульский район. Они расскажут старшему поколению, как отличить злоумышленников, какие новые уловки и сценарии для обмана они используют и как им противостоять. Обучающий курс проведут не только студенты, но и преподаватели. Реализация проекта помогает повысить уровень информационной грамотности граждан старшего поколения. Сокращение финансового, а также морально-психологического ущерба. Обучение пройдет 6 марта в Василькульском центре социального обслуживания в 12 часов дня. И о спорте. Открытие главной сельской олимпиады «Праздник Севера-2024» состоится уже сегодня. Масштабное яркое спортивное событие прямо из Одесского 12 канал покажет в телеэфире, а также на сайте медиахолдинга, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. На игры 54-й спартакиады уже съехались больше 800 участников со всех уголков нашей области. Соревнования проходят по лыжным гонкам, хоккею, мини-футболу, многоборью, шашкам. Традиционно на мероприятия съезжаются сотни и даже тысячи омичей, болельщики, местные жители и почетные гости. Для них организаторы подготовили насыщенную программу. Итак, не пропустите прямую трансляцию «Праздника Севера» в эфире нашего канала и в социальных сетях. Начало в 16 часов. На месте будут работать и наши корреспонденты. Подробнее расскажем в следующих выпусках «Часы новостей». Омский «Авангард» начнет битву за Куба Гагарина. Матч на G-Drive-арене начнется, как обычно, в 19.30. Игра пройдет при полных трибунах. Билеты на игру почти раскуплены. Битва ожидается интересная. Соперник по первому туру – Тольяттинская «Лада». В КХЛ команда вернулась после шестилетнего перерыва и выходом в плей-офф громко заявила о себе. Хоккейные эксперты и фанаты омских болельщиков, хоть и пророчат «Авангарду» победу в первом туре, уверяют – простыми эти игры не будут. Я думаю, нам по зубам. Но соперник непростой, техничный, скоростной, грамотный. Но ожидают только победы в первом туре и ничего иначе. Итак, первый матч серии с Тольяттинской «Ладой» смотрите сегодня на 12-м канале. Начало трансляции в 19.15. Не пропустите. Омская бадминтонистка поднялась на пьедестал почета в Екатеринбурге. Наша лыжница выиграла медаль первенства России в Республике Коми. А гонбольный клуб «Скиф» уже начал формирование состава на предстоящий сезон. Подробности узнаем у спортивного обзревателя Алексея Дарьева. В Екатеринбурге Маргарита Маточкина призер чемпионата и первенства России по лыжным гонкам. Соревнования среди спортсменов с нарушением слуха проходили в селе Вильгурд Республики Коми. В забегах приняли участие более 60 спортсменов из 13 регионов страны. Наша спортсменка стала серебряным призером первенства России на дистанции 5 километров классическим стилем. Первое место здесь заняла Ульяна Евдокимова из Свердловской области. Бронзовым призером стала Ольга Казьюрова из Республики Коми. Также на первенстве страны Маргарина Маточкина смогла занять третье место в заезде свободным стилем на 5 километров. Победу одержала Ульяна Евдокимова, второе место заняла Ольга Казьюрова. На чемпионате России наша лыжница поднялась на третью ступень педестала на дистанции 1 километр 400 метров свободным стилем. Золото и серебро завоевали Ульяна Евдокимова и Ольга Казьюрова соответственно. Гандбольный клуб «Скиф» продлил трудовые отношения с левым крайним Артемом Громыко, вратарем Николаем Костенко и разыгрывающим Максимом Сончиком. Срок действия нового контракта с Громыко 3 сезона. Костенко и Сончик пролонгировали соглашение с нашим клубом на 2 сезона. Громыко выступает в зонский клуб второй сезон. Всего за «Скиф» Артем провел 42 встречи, в которых забросил 42 мяча. Николай играет за мячей, так же второй сезон. На его счету 39 игр, в которых он совершил 187 сейвов. Максим Сончик выступает за «Скиф» третий сезон. За это время разыгрывающий сыграл 52 встречи, в которых отметился 172 галлами. Алексей Дареев, 12-й канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Омская область. Пора выигрывать призы. С 15 по 17 марта участвуй в социальной акции «Выбирай Россию». Приходи в здание, где располагается избирательный участок, заполняй купон и участвуй в розыгрыше. Среди призов 5 квартир, 5 автомобилей, 5 призов по миллион рублей, а также 363 подарка по 100 тысяч рублей. Социальная акция «Выбирай Россию». Организатор Омский фонд РСП. Подробности на выбирайраша.ру Будь стильной, яркой, элегантной. Будь разной в одежде от помпа. Каскад, первый этаж, бутик 5. Путешествия по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли, Аладдин, бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. И о погоде завтра, 2 марта. В Омске переменная облачность без осадков. Ночные часы минус 5, минус 7. Дневная температура до 7 градусов ниже нуля. В районах облачно с прояснениями. Ночью минус 10, минус 14. Дневная температура минус 5, минус 10 градусов. Ветер северный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Далее смотрите программу «Управдома». А мы с вами встретимся в 14 часов.